Всегда на Брестской земле рады встречать гостей из-за рубежа. Несмотря на некоторые сложности в общении, диалог культур происходит всегда на одном языке – языке искусства. В этом уверены участники второго фестивального дня – артисты Рижского русского театра имени Чехова. Рижский русский театр имени Чехова хорошо знаком Брестской публике. Уже не раз он представляет свои постановки на подмостках Брестского академического театра. К слову, и билеты на спектакль раскупались довольно активно. Именно поэтому в зале свободных мест практически не наблюдалось. Как всегда, постановки этого рижского коллектива с русской душой отличаются образностью, выразительностью и, конечно же, искренностью. Об этом с удовольствием рассказывают актеры театра. Спектакль-альбом – первое обращение к текстам Аркадия Аверченко – талантливого человека, чьи рассказы звучали со сцены русского театра в Риге почти сто лет назад. Уникальность произведений автора, несмотря на тематическую сложность, ощущается в легкости подачи. Поделитесь своими впечатлениями о постановке. Тут вообще как бы линия любви, да, конечно, без любви никуда, но это семь способов соблазнения. То есть тут такие истории все на грани. То есть как бы вот измены мужчин, измены женщин, как это все выливается, как это все происходит. У Аверченко не бывает ничего просто так. Поэтому каждый отрывок он вроде думает, что он должен закончиться так, а он кончается совсем по-другому. Вот если бы закончился так, то драма, а вот так, то уже комедия. То есть там вот такие перевертыши. Убежал и не сказал, что за номер-то такой седьмой. Проклятый звонок. И стой, не спешат. Я туда не прошу. Поехали. Одна из тем, которая красной нитью звучит через весь спектакль альбом, это любовь. Пусть иногда о ней говорится с долей юмора, однако особый интерес кроется в глубине наблюдений автора. Нужны ли для игры таких пьес настоящие романтики или такому им внутри является каждый из нас? Два отрывочка. Один очень небольшой. Мама, которая безумно любит свою дочь, которая хочет ей хорошую партию, но ей не нравится тот жених, которого дочь выбрала. И вот я пытаюсь уговорить гостя, который ко мне приходит, чтобы он разубедил ее в этом. Ну, достаточно забавно, так немножко карикатуритично мы выглядим. Да, то есть и грим вот у меня, например, для первого отрывка, во втором отрывке я буду совершенно другая, вот в этой шляпе, в перчатках совсем другая такая томная дама. И тоже мама, которая приходит к молодому человеку и говорит, что очень долго ведет такую с ним беседу, а потом она говорит о том, что я пришла сюда, потому что моя дочь умерла с вашим именем на холодеющих устах. И что она вам оставила, и что она еще просила мне передать, она поручила вам свою маленькую дочь. И в первом отрывке, и во втором мама, которая безмерно любит свою дочь, безмерно, так, собственно, как и я, безмерно люблю свою дочь. У меня тоже дочь, поэтому мне это было очень легко воплотить и передать. Какой спектакль интересен современному зрителю? Есть ли какие-нибудь критерии такой оценки? Современному зрителю нужен такой спектакль, который бы тронул бы его за живое, чтобы он вот прочувствовал это, чтобы он поплакал в театре, чтобы он испытал истинные чувства, потому что вот этого сейчас очень не хватает, на мой взгляд. То есть зритель, придя в театр, он должен увидеть что-то, не просто какую-то форму, да, как вот любят делать в театре, а спектакль, который отдаст энергию в зал, и из зала она вернется на сцену. Интересно, а вода теплая? Ой, теплая, 26 градусов. Вы откуда знаете? Я сегодня отправила горничную новичку, чтобы она набрала в уголку воды, потом перевела ее в соусник. Потом поверила градусникам, 26 градусов. Да. Ой, вы знаете, я только очень рыб боюсь. Да, говорят, что есть даже такие рыбы, которые путешественников едят. С удовольствием брещане и гости 22-го международного форума посещают постановки не только зарубежных, но и отечественных театров. Третий фестивальный день запомнился гостям постановкой Брестского театра кукол. Комедия по пьесе Жан-Батиста Мольера «Смешные жеманницы» на Брестской земле была поставлена впервые. Несмотря на разность эпох, актуальный спектакль не теряет и сегодня. Скажите, у вас бывает много гостей? Кто еще из замечательных умов нашего времени у вас бывал? Увы, нас еще не знают. Но мы надеемся, что вскоре сделаемся известными. Здесь такое нестандартное, я бы сказал, видение вот именно спектакля, материала, который предподнес режиссер. Во-первых, там живые инструменты на сцене. Я в основном там очень, почти все время на сцене, все время с гитарой, как бы и настроя всего с инструментами. Вот и, наверное, живая музыка задает какой-то такой колорит этому спектаклю. Ну и плюс работа режиссера с актерами была очень интересной, чтобы искать вот эти образы. Мы очень долго общались, но пока не вышли на сцену. В постановке перед зрителями предстают два мира. Виртуально окруженные фантазиями и грезами и суровая правда конкретного ответа, что лучшего спектакля нет. На ваш взгляд, вот каково предназначение вот такого эксперимента? Зритель же, он приходит, чтобы посмотреть, ну не только, чтобы ему в лоб сказали, что хорошо, а что плохо, а чтобы люди размыслили над чем-то, ну над данной ситуацией. И каждый сам выносит для себя какие-то конкретные выводы. Какие-то две провинциальные дуры третируют нас, порядочных людей, сжимальничают, ломаются. Как это они еще догадались предложить нам сесть? На все наши вопросы отвечают только да или нет. Это я никогда не видел, чтобы при гостях так часто шептались, зевали, протирали себе глаза. Своим спектаклем артисты словно уточняют. В современных постановках куклы не просто движимые человеком герои. Это образы, устоявшиеся в обществе. Прототипы тех, с кем мы ежедневно встречаемся на улицах. Глубокий смысл пьесы сочетается с тонким юмором. И все это где-то на грани. Не менее яркие и интересные постановки ждут зрителей и дальше. О них мы расскажем в своих следующих репортажах.